Доброе утро, дорогие друзья! И вас хочу поздравить сегодня Рош Ходыш, это начало месяца ав, с одной стороны это самый считается плохой месяц, то есть это время уменьшают в радости, с сегодняшнего дня нельзя пить вино, например, нельзя кушать мясо, нельзя, в общем, очень сильно уменьшают в удовольствиях, в таких бытовых удовольствиях очень сильно уменьшают, это с одной стороны, да, месяц ав, он с другой, и 9 ава будет пик, 9 ава, вот видите, за мной стена, мы находимся, стена плача, котель, за этой стеной был когда-то храм, первый храм, построил его царь Соломон, чью мудрость мы изучаем, и чтобы в заслугу, что мы изучаем его мудрость, чтобы мы увидели построение третьего храма, значит, но его разрушили через 410 лет, злодеи такие, вообще нехорошие люди, сам у них был главный, на выходные цар его звали, вообще ужасный, жуткий человек, и разрушил он храм, может, его поэтому и запомнили, кто бы еще знал на выходные цара, если бы он храм не разрушил, никто бы его и не знал, второй, значит, храм построил, построил Эзра, Асофер, он был, вернулись они через 75 лет из изгнания, я, кстати, сегодня думал, что каждый раз, когда евреи возвращались из изгнания, то был построен храм, вот, пожалуйста, значит, сейчас тоже мы вернулись из изгнания, значит, уже скоро будет построен третий храм, это сегодня, думаю, на эту тему, и, значит, и первый, второй храм были, были разрушены, какого числа, 9 ава, 9 числа месяц ав, значит, вот сейчас он начался, через 9 дней, это траурный день, все сидят, плачут, здесь, если я, может быть, я, скорее всего, сюда приеду 9 ава, я вам покажу, как вот тут вся эта площадь, сидят люди на земле и плачут, читают книгу Эйха и рыдают, значит, дальше, это все 9 ава, а потом начинается уже радость, 15 ава, один из самых радостных дней в году, то есть все в этом, всему свой срок, да, как говорил царь Самон в Экклезиасте, всему свой срок, есть срок веселиться, радоваться, есть срок плакать, и интересно, что на этот отрывок есть срок веселиться, есть срок плакать, ну, мы все знаем это в Экклезиасте, в Каэлите, что всему свое время, так, я видел очень красивый комментарий, что каждый год срок веселиться, да, время веселья, это Песах, когда вышли из рабства, и когда вышли из рабства Песах, значит, а время плакать, это 9 ава, так, я проверил специально, когда увидел этот комментарий древний, я зашел, проверил в календарь, каждый год Песах и 9 ава выпадают на один и тот же день недели, всегда, во все года, Песах, время смеяться, и 9 ава, время плакать, если в этом году это четверг, например, да, 9 ава, то четверг это был Песах, понятно, да, идея, то есть очень это сильно, как все идет циклами такими, и вот, значит, сегодня Рошходыш этого месяца ав, и сегодня Йорцайт Аарона, брата Машарабена, в Торе прямо написано, что Аарон, да, который был первым, первым священником он был, да, от него пошли коины, священники, его, его, Йорцайт сегодня, годовщина ухода его из этого мира, Йорцайт, это день смерти, с одной стороны, да, мы привыкли, что этот человек умирает, но в иудаизме Йорцайт называется, смерть называется, вот этот день смерти называется третье рождение человека, третье рождение, то есть и великие мудрецы, которые успели полностью реализоваться при жизни, как Раби Шиман Барюхай, например, или был такой великий мудрец недавних поколений Равмейр Шапира, который основал изучение, ежедневное изучение Талмуда во всем мире, все занимаются по его системе, да, фьеми, так они свой день смерти, они говорили ученикам, радуйтесь, танцуйте, это самый радостный день, что я ухожу сейчас из этого мира, я в этом мире свою работу закончил, все успел сделать, и сейчас говорит, зачем вы расстраиваетесь, чем плаката, радоваться надо, насколько все в этом мире неоднозначно. Значит, сейчас недельная глава, недельная глава сейчас Дворим, в котором Ашарабейну перед смертью, он проводит то, что называется итоговый, итоговый, подводит итог вот этого сорокалетнего периода, когда еврейский народ вышел из Египта и подошел уже к земле Израиля, 40 лет были в пустыне, и он решил подвести Ашарабейну перед смертью итог, и еще раз разобрать все уроки, которые мы учим из вот этого вот периода 40 лет. И вот Машарабейну, значит, что он разбирает. И сегодняшний отрывочек полностью посвящен греху разведчиков. Разведчики, мираглим они назывались на иврите, которые когда плакал, когда они вернулись, и когда весь еврейский народ плакал, сегодня, не сегодня, 9 авгу, 9 авгу это был день, когда потом были разрушены и первый храм, и второй храм. Представляете, как все идет одно за другим, одно за другим. И сегодня как раз разбирается этот отрывок в недельной главе. Я служил один рок кровьезов, Бен Парат его зовут, очень такой великеровин. И он нам объяснил, почему вот из этого как раз понятно, из этого случая мы выводим важнейший закон, практически такой, да, практически применимый, как сделать так, чтобы все получалось. Смотрите, что мы отсюда учим. Значит, выходят мираглим, подошли к земле Израиля. Подошли к земле Израиля, Машер Абейну говорит, вот вы все подбежали ко мне, кулхэм, все. И, значит, и говорите, давайте пошлем разведчиков. Рашина это слово кулхэм, устная тора, говорит, такую вещь приводит, комментарии. Прибежали вы все вместе в панике, да, в Баирвуве, то есть вы все были смешаны в панике. Машер Абейну им говорит, смотрите, что получается. Как только вы попали в панику, как только вы начали сомневаться во Всевышнем, как только вы начали бояться, у вас сразу же нарушилась полностью вся структура, вся система, где уважение к старшим, где пропустить вперед, более, все прибежали. Паника, все. Давай пошлем, значит, разведчиков перед нами. Машер Абейну говорит, ладно, давайте пошлем. И он выбирает 12 человек главы колен. Написано, что в этот момент всех, кого он выбирал, они все были людьми очень кошерными, очень высокого уровня, большие они были, праведники. И действительно он выбирал лучших, лучших людей. И среди них был Еушо Абинун и Калев, которые... Еушо был его ученик ближайший, который всегда был рядом с ним. И написано, что на момент, когда он их выбирал, они были полностью кошерные, да, полностью они были очень в высоком духовном состоянии. Теперь, ну почему-то, Машер Абейну говорит Еушо своему ученику, добавляет ему одну букву к имени Еушо, что будешь спасен, да, будешь спасен и будет у тебя поддержка Бога. Получается, что Машер Абейн уже изначально... Он уже изначально, у него были какие-то сомнения, что все хорошо закончится. Потому что начало, начало было не очень хорошее. Начало было очень, можно сказать, даже нехорошее. Потому что все, что начинается в панике, все, что начинается в тревоге, все, что начинается, когда человек боится, что Всевышний, значит, от него отвернулся. Это уже все плохое начало. И приводит, действительно, так и получилось, что они выходили, они были еще кошерные, но у них уже в сердце был вот этот червяк неправильный, да, то есть старт, он был неправильный. И приводит, Равьосов бен Парат, он приводит от своего учителя такую, как бы, идею. Он говорит, вот человек, у него день не идет, день не идет, тут не сложилось, там не сложилось, у него, ну вот, не идет. Он прямо, он говорит, если мы вернемся на момент, когда он встал утром, проснулся, первая его мысль, да, когда человек просыпается, у него, его вот утреннее состояние, это и есть, как бы, начало его дня. Мы говорим, что каждый день, когда человек просыпается, Бог вернул в меня душу мою. Это как старт компьютера заново. То есть ты, как бы, нажимаешь кнопку, у тебя всплывает операционная система, у тебя всплывают все программы. Иногда компьютер тебя спрашивает, открыть те программы, которые были открыты при выключении. Ты можешь сказать, можно открыть, можно не открыть, можно стартануть заново. Иногда ты нажимаешь кнопку, пускай откроется компьютер с того места, где он закрылся. То же самое человек утром. Когда человек утром просыпается, открывает глаза, первая его мысль, да, должна быть, должна быть первая мысль. Модеани лифанейха, модеани это, благодарен я перед тобой, мэлы хайвы каян, царь живой сущий, шлейхизар таби, что вернул ты в меня душу мою, раба имуна тэха, велика твоя вера в меня. И дальше начинается шелханарух, сборник законов. Написано, что с утра, то есть человек должен усилиться, как лев, делать волю отца нашего, который на небесах. И вторая там идет мысль, да, что должен человек всегда думать, представляешь, что ты всегда перед Богом. Это большое правило в поднятии праведников. Что это значит? То есть, если у тебя было утро такое, благодарность, ты проснулся, открыл глаза, спасибо Всевышнему. Если у тебя было утро такое, что ты идгаберкария, ты встаешь, такой как лев, все, значит, буду сейчас, день у меня будет мощный, сильный. Если ты вспомнил, что надо себя чувствовать, шелись ошемленным гитамидомидом, представляй, Бога всегда перед собой. Видите, вот парни, они усиливаются, да. То тогда, тогда у тебя и день будет такой. У тебя и день будет такой, когда ты поднялся, когда ты веселый, когда ты, у тебя все складываться будет. Понятно, да, идея? Если же ты проснулся утром, проснулся ты утром, например, да, таким вяленьким, да, бывает же такое, что человек просыпается утром очень вялым. И вот он проснулся очень вялый, да, как-то даже, почему мне стало темно вдруг? Хотел улучшить, смотрите, да, я хотел улучшить. Вот, перевернулся. Хорошо. Значит, проснулся человек с утра, вялый, ой, все не так, то не так, здесь болит, там болит, тут не получилось, там не получилось. Все. И день у него пошел, весь день пошел по этой, по этой линии. Понятно, да, идея? Поэтому, если у вас день пошел не так, что нужно сделать? Лечь поспать. Лечь поспать, потом заново проснуться и начать уже с правой ноги все правильно. Понятно, да, идея? Такой лайфхак. Хорошо, друзья. Все, с этим мы, с недельной главой мы разобрались. Давайте еще чуть-чуть там, что было интересного. Ну, и Машера Бейну говорит, что, в принципе, когда вы так начали, да, вы прибежали уже в панике, то уже ничего хорошего от этого не надо было ждать. Я урок до конца не дослушал, потому что, в принципе, здесь возникает тот же самый вопрос на Машера Бейну. То есть, если они сомневались во Всевышнем, то зачем он послал? А можно было сказать, что он не сомневался во Всевышнем, что он был настолько уверен, что сейчас они увидят землю Израиля и что они вернутся и скажут, что все отлично, что он был уверен. Дальше приводится несколько, дальше приводится несколько историй, приводится несколько историй, так, секунду. Дальше приводится несколько историй про Мироглим, про разведчиков, например, Юшуа Бинун. Когда подошли... Так, почему? Звук стал плохой, да? Хуже стал звук? Давайте проверим. Напишите по десятибальной шкале, какой звук. Сейчас мы точно оценим, какой звук. По десятибальной шкале в Фейсбуке напишите, пожалуйста, какой звук. Все, звук стал хорошим. Отлично. Лучше цифрами. Хороший, плохой, это все оценочные суждения. Поэтому, если вы хотите узнать точно что-то, да, то нужно спросить, по десятибальной шкале какой звук? Вот. И это очень важно, потому что любое суждение человека, оно оценочное. И что такое хорошо, что такое плохо, для всех по-разному. А по десятибальной шкале, где десять это максимально хорошо, а один это максимально плохо, тогда более-менее всем будет понятно, какой звук. Это из коучинга. Это инструмент из коучинга. Первое, чему я обучаю коучи, это шкалирование, это называется инструмент. Все мерять надо по десятибальной шкале. То, что можно измерить, можно улучшить. А вот это хорошо, плохо, это все очень неконкретно. Хорошо, друзья. Значит, когда Юшо Абинун стал разведчиком, он выполнял заповеди Штадлута. Есть большой спор в Торе, соотношение между бетахоном, когда я полагаюсь на Всевышнего. И так как я знаю, что все от Всевышнего, я могу вообще никаких усилий не прикладывать. Да, почему нет? Все же от Всевышнего. Всевышний уже все приготовил, не надо волноваться. Все, что было, все, что было, то и будет, и ничего нет нового под солнцем. Маша Ая, уши и е. Да, Маша Наса, уши насе. Когда говорится в Экклезиасте, то, что было, то и будет, и то, что сделалось, то и будет сделано. Здесь очень интересно, значит, я видел такой комментарий, что то, что сейчас происходит, вот в данный момент, это же следствие того, что было. То, что было, то и будет. То есть, уже заложен фундамент, уже все приготовлено, уже все проложены дорожки. То, что я в данный момент меняю что-то, оно будет следствием потом. Но то, что есть сейчас, уже оно, оно уже было заложено вчера. Понятно, да, идея? Теперь, одни говорят, что не нужно делать вообще никакого иштадлута, не надо никакие усилия предпринимать, потому что Всевышний все приготовил, и когда я думаю, что от моих усилий что-то зависит, то я как будто бы уменьшаю власть Всевышнего в мире, в своей голове, да, в своей вере. Вторые говорят, нет, Всевышний сказал, что этот мир идет по системе, он всесильный, элоким, да, система, и ты должен, это заповедь, это заповедь иштадлут, ты должен предпринимать усилия, Бог тебе сказал, что ты должен действовать, и когда ты действуешь, ты выполняешь заповедь Всевышнего, это не ты действуешь, ты выполняешь волю Всевышнего, как сказал Рабь Иосиф Пертьявот, чтобы все твои дела были во имя небес. Все твои дела должны быть во имя небес, и царь Соломонам сказал бы, коль дракеха деу, на всех своих путях познавая его, ву я жер архотеха, то есть на всех своих путях познавая Бога, он выпрямит твои дорожки. Получается, что когда ты что-то делаешь, если ты изначально в намерении включил Всевышнего, и ты в своем намерении хочешь двигаться в сторону Всевышнего, в сторону выполнения заповедей, в сторону постижения воли Всевышнего, выполнения воли Всевышнего, то он выпрямит все твои дорожки, Твои маленькие решения будут всегда удачные, успешные и так далее. А как этого достигнуть, это то, что мы учим из вот этого сегодняшнего подведения итогов по недельной главе Маше Робейну, где он разбирает прям пошагово, что было, когда был грех Мираглием, когда был грех разведчиков. Значит, мы учим то, что если ты рад с Лимитсва, то есть если ты бежишь за Митсвой, если у тебя есть намерение выполнить волю Всевышнего, то тогда, тогда у тебя будет заповедь, а она вызывает заповедь, и награда за заповедь, это заповедь. То есть если у тебя изначально, в момент, когда ты проснулся, ты сказал от всего сердца, «Модэани, благодарен я перед тобой, Мэлэ Хайвэ Кайям, царь живой и сущий». То есть если у тебя день так начался, и ты, Итгабэр Карьер, ты дальше сразу встаешь, делаешь не телопедан, поприседал, поотжимался, сказал утреннее благословение, все, то тогда у тебя день будет такой, а какой будет твой день, такая будет твоя жизнь. Потому что день 9 ава, когда они упали, да, 9 ава, когда разведчики упали, за ними упал весь еврейский народ, этот день стал днем, когда был разрушен первый храм, второй храм, и все несчастья, неприятности, которые есть на всей истории еврейского народа, они были именно 9 ава. Почему? Потому что был заложен вот этот корень. И нужно относиться к своему каждому действию, как к корню того, что будет с вами дальше происходить. Понятно, да? То есть каждый сегодняшний день мы закладываем фундамент на будущее. Каждая заповедь, она будет причиной для следующих заповедей. Хорошо. И сегодня у нас 19 июля, мы живем по двум календарям, да, сегодня Рошхо Дыша в первый день месяца А. И сегодня у нас 19 июля, 19 глава Мишле, значит, открываем. 19 глава, видите, все, книжечку можно заказать. Очень советую каждый день изучать по главе, удобно, хорошо запоминать. Выбирайте себе один-два отрывка на день, и эти отрывки повторяйте 101 раз, запомните наизусть. Живите, исходя из этого отрывка, и постепенно мудрость царя Соломона, она войдет в ваш интеллект. И вы станете такими же мудрыми, как царь Соломон. Представляете, что будет, да? Сидит, например, Инна Денисова, да, и она прямо, и она излагает такую мудрость, как царь Соломон, да? Юрий Сахно, да, значит, все у нас будут, кто ходит на уроки Торы, все будут, Дамир Партнер, будут такими же мудрыми, богатыми, успешными, как царь Соломон. Представляете? И все мы вместе удостоимся того, что в заслугу наших уроков будет построен третий храм, и мы его увидим, как придет Машея. Отлично. Значит, что нам в девятнадцатой главе сообщил царь Соломон? Давайте посмотрим. Значит, девятнадцатая глава, здесь он нам тоже сказал, значит, такую вещь. Так, вот, например, третий отрывок, очень хороший третий отрывок, он звучит так. Ивелит Адам кисалев дарко, ва ля шем и зав ль бо. Значит, ивелит Адам, это грешный скептицизм человека, искривляет его путь. Ва ля шем и на Бога, он будет потом гневаться, негодует сердце его. Значит, идет человек, например, да, он не соблюдает никакие заповеди. И он говорит, при этом, мы же знаем уже, что Дерахиш Яшар Бейнав, что путь человека прямо в его глазах. И тот, кто не соблюдает заповеди, он обязательно, вот спросите его, ты какой человек? Он скажет, хороший. Вот вообще, самого возьмите человека, который просто злодей такой, маньяк, зоофил и так далее. Спросите его, ты какой человек? Он скажет, я хороший. Ты как действуешь? Он скажет, правильно. Значит, это нам Царь Соломон открыл, что каждый путь человека прямо в его глазах, чистый в его глазах. Но бывает, что правда Ахарита, Дарке Мавыч, что его последствия это пути смерти. И вот говорит нам здесь Царь Соломон, третий отрывок, что грешный скептицизм, когда человек отрицает законы Бога и его заповеди, оно истребляет его путь. Он начинает ходить по неправильным путям. Тут он украл, тут он обидел, тут он опять же зоофил. И что дальше? Дальше обязательно он в какой-то момент, он в какой-то момент, значит, он бьется головой об стену, его там сбивают машиной, сбивают, садят в тюрьму. Что-то у него случается обязательно, и он в этот момент на кого начинает гневаться? На Всевышнего. Как Бог мог допустить такое, чтобы такому хорошему человеку, как я, были неприятности? А что ж ты хороший человек, так что ж ты отрицаешь все заповеди Всевышнего? Не-не, это придумали, свинину нельзя есть, потому что жарко было. Ну а что жарко было, а говядину можно? Ну, говядина не так портится. Обман, она вообще так же портится, что свинина, что говядина. А креветок почему нельзя есть? Ну, Машера Бену не знал, что есть креветки. Если бы он попробовал креветки или устрицы, он бы их в Тору бы не записал, что их нельзя есть. Нет, это неправильно. Машера Бену знал полностью, как работает мир от Всевышнего, и все, что в Торе написано, это истина от первого до последнего буквы, от первого до последнего слова. Дальше говорит, он очень такой интересный отрывок, четвертый. Имущество, он, Йосиф, Раим, Рабим. Имущество, он это даже не богатство, а когда у человека много имущества, значит, оно добавляет очень много приятелей. Раим это приятели. Выдаль, Мирейл и Парет, а тот, кто обездоленный, тот, кто все потерял, он от этих приятелей отделяется. Значит, чтобы понять эту великую мудрость, которая нам сформулирована в Мишлее, я вспомнил анекдот, когда пишет один человек, там, Сергей Иванов пишет в своем фейсбуке. Я, говорит, даже не знал, сколько у меня есть близких друзей, родственников и одноклассников, пока не купил виллу в Испании с бассейном. Сейчас, говорит, каждый день получаю десятки писем, сообщений, как они меня помнят, любят и хотят ко мне приехать. Это то, что как раз иллюстрация, что имущество добавляет приятелей многочисленных. Выдаль, обездоленный, забрали у Сергея Иванова виллу, забрали виллу, Мирейл и Парет. Все его приятели вдруг они перестали трубки брать. Перестали они трубки брать, значит, все, уже не нужен Сергей никому. Значит, дальше. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. О, одиннадцатый отрывок. Одиннадцатый отрывок вообще просто очень, вот прям, я вам советую его целый день сегодня запомнить, повторять и сделать его таким одним из главных идей в своей системе убеждений, ценностей. То есть, да, как мы изучаем Тору, как у себя человек живет. У него есть набор идей, которые непонятно, когда и от кого вошли в его ум. Дальше на базе этих идей человек принимает решения и прогнозирует свое будущее, ставит цели, делает планы. Теперь, в зависимости от вот этой вот системы мировоззрения, в общем, ее можно назвать, система правил, принципов, убеждений, ценностей, самоидентификация, это определение себя. В зависимости от всей этого набора информации человек формирует свои цели, свои планы, свое настроение, потому что его оценочные все суждения базируются на той системе мировоззрения, которая в него была вставлена когда-то. Когда мы изучаем Тору, мы берем и вставляем мудрость Всевышнего, мысли Всевышнего, идеи Всевышнего, сформулированные через мудрецов и через пророков. Вначале были пророки, а потом мудрецы, они просто разъясняли, что имели в виду пророки. Мы вставляем эту систему мировоззрения себе в голову, называется это на иврите «ошкафа». А шкафа это, как мы шкафаем очки, мы вставляем себе о шкафу, мы вставляем систему мировоззрения Тору себе в голову. И когда мы смотрим на мир сквозь глаза Всевышнего, пророков, мудрецов, то наши цели, планы, решения, оценки, настроения и так далее становятся в резонансе с волей Всевышнего. И когда человек входит в резонанс с волей Всевышнего, то естественно он легко потом поднимается на небо, потому что у него есть, у него есть эта подъемная сила, он уже со Всевышним, он уже в вечности. Одиннадцатый отрывок звучит так. Сехель Адам, интеллект человека, Эйрих Апо, он продлевает его гнев, не дает ему гневаться. В Экифарто и великолепие, Авор Аль Паша, переступить через Паша это преступление, да, дословно как бы Пеша это преступление. Что значит интеллект человека, он сдерживает его гнев и великолепие это не обращать внимания на Пеша, на какие-то проступки людей против тебя. Смотрите, как это работает. Вот у человека в интеллекте есть его система мировоззрения, Сехель. Дальше происходит какое-то нарушение его ожиданий, да, у каждого человека есть внутри животная душа. И вот когда кто-то тебя затрагивает, что-то происходит не так, как ты хочешь, в этот момент происходит искра внутри, которая зажигает у человека то, что называется гнев. Что такое гнев, да? Гнев это эмоция, которая, которая ее, ее корень этой эмоции, это адреналин, это спасение жизни, инстинкт самосохранения. Во время выделения этого адреналина у человека происходит, если он может выразить свой гнев, тогда он взрывается во внешний мир. Если он не может выразить свой гнев, этот гнев у него внутри сжигает его нервную систему. И получается, что гнев, в любом случае гневающийся в сердце, написано, он как будто бы служит идолом. То есть это равноценно, как он забывает про Всевышнего. Теперь что получается? Когда человек управляет своим интеллектом, он понимает, все от Всевышнего, никакой угрозы для жизни нет. Вот сейчас вокруг там стулья убирают, все. То есть мое животное, моя сущность, она напряглась, потому что внутри же есть животная сущность. Резкие звуки, какие-то люди двигаются, видите, ходят. Охрана, то есть у меня внутри все напряглось, но интеллект человека, он говорит, Ицхак, спокойненько, все отлично, все хорошо, ты на Котеле, святой день, урок Торы, все великолепно, все. И я, значит, оп, расслабился. Написано, Сехель Адам, интеллект человека, Яриха По, Веттифарто, великолепие, великолепие ля вораль Пеша. Теперь есть другая стадия. Пеша это, если бы сейчас, например, не дай бог, кто-то мимо проходит и бросил бутылку, да, думает, вот эта пещерка, брошу-ка я туда бутылку, мусор туда выброшу. Бросает кто-то бутылку такую, да, и эта бутылка бьет мне по голове. Это Пеша, это преступление против, это реально преступление. Теперь, тут уже, конечно, выдержать это не возможно, я думаю, я бы не выдержал, я бы вскочил бы и начал бы разбираться. Но говорит нам царь Соломон, смотри, если ты даже в этой ситуации, ты сможешь не напрячься и понять, что это Всевышний, тебе дает просто, вот, он просто дает некую тебе модель, момент, как рабе Акива. Рабе Акива, когда его римляне, в конце его жизни, они его убивали, показательно была казнь, и римляне рабе Акива разрывали на части. И стоят его ученики, и говорят, это Тора, это награда за Тору. Ангелы Богу говорят на небе, это Тора, это награда за Тору. А рабе Акива стоит, его знает, он говорит, я всю жизнь об этом мечтал, говорит. Написано в Шма-Исраэль, что беколь навшиха, служи Богу беколь навшиха, и говорит, если беколь навшиха это готовы умереть за Всевышнего, будь готов, что твоя жизнь, твоя вот эта животная нефа, животная душа и Всевышний, то есть твое Я, оно ближе ко Всевышнему, чем к твоему даже телу. И он говорит, ну, у меня не было возможности никогда проверить, а сейчас есть. И говорит, сейчас я вижу, что действительно моя душа, мой интеллект ближе ко Всевышнему, чем к этому вот вертикально ходящей луже, мешок, который сейчас я из него выйду уже. И он говорит, все, не мешайте, Шма-Исраэль, Ашем-Ил-Кена, Ашем-Ихад, и на Ихад вышла его душа из тела, и радиатива, джек-пот заходит на небо вообще. Вот, поэтому, конечно, нам таких проверок не надо. Я сразу говорю Всевышнему, я не выдержу. То есть для меня и первая эта часть тяжело, да, что интеллект человека, он сдерживает его гнев, тяжело даже гнев сдержать. Но тут мы пока тренируемся, да, пока мы тренируемся. Но вот эта ступень великолепия, когда вообще идет ситуация не так, как ты хочешь. И люди вокруг тебя реально делают пэши, делают преступления по отношению к тебе. Не там кто-то тебя назвал не так, посмотрел не так или что-то. Тифартоэ это не обращать на это внимание, не обращать на это внимание и жить в своей автономной вселенной вместе со Всевышним, полностью полагаться на Всевышнего, что все будет великолепно. Потому что следующая секунда для каждого из нас, она непредсказуемая. А внутри отношения, или я верю, что Бог меня любит и даст мне эту секунду, или не верю, это выбор каждого из нас. И что я буду сейчас делать? Буду я делать заповедь Всевышнего или буду я делать что-то другое? Это выбор каждого из нас. И дай Бог, чтобы мы делали правильный выбор. И в заслугу наших правильных выборов Всевышний нам давал только хорошую, веселую, радостную, благополучную, здоровую жизнь. И чтобы в заслугу того, что мы в каждом личном своем микромире устанавливает шалом, мир со Всевышним, мир с людьми вокруг себя, то в заслугу этого, чтобы наступил мир, закончилась война, все злодеи, чтобы они или поубивали друг друга, или стали добрыми, хорошими людьми, тоже такое возможно, вдруг проснулся и говорит, там Путин, все, заканчиваю войну, вывожу войска, все, мир, миру мир, значит, мы тоже входим в НАТО, живут же в страны НАТО и нормально живут, Англия в НАТО, значит, все в НАТО, давайте, чтобы весь мир вошел в НАТО и перестали воевать. Это же отлично, когда все в НАТО, и чтобы уровень жизни был не ниже, чем в Америке или в Англии, во всем мире. Все, шикарная идея, давайте молиться, чтобы все страны в мире вошли в один блок, объединились, перестали воевать, и чтобы уровень жизни везде был хороший, как в самых лучших странах мира, да, из хорошей же страны, Япония, чтобы уровень жизни был как Япония. Все, всем удачи, успехов, миру мир, да мир, все, и чтобы мальчика всех называли да мирами, да мир, все. Или шлома, шлома это тоже мир. Всем удачи, успехов, до завтра. Я чуть-чуть оставлю сейчас, если вы хотите, оставлю сейчас минут на пять видео, да, чтобы, если кто хочет помолиться, то, пожалуйста, я выхожу из экрана, звук выключаю, а у вас есть возможность помолиться, представить, что вы стоите на котеле, что за этой стеной находится храм, святая святых, это ворота в небо, лестница в небо, как Яаков, помните, он молился, что лестница, которая, душа человека, это как человек вообще, это как лестница, ногами стоит на земле, а голова, душа уходит в небо, поэтому сейчас я на пять минут оставляю вам видео, но выключаю звук. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok